добрый день друзья в этом выпуске новости из турции с кипра а также пара важных анонсов новости из турции которая наверняка будет иметь продолжение ательеры анталии готовы начать борьбу с арендными квартирами точнее с теми у кого этих квартир много и очень много и очевидно в первую очередь с владельцами иностранцами которые по словам руководителя средиземноморской туристической ассоциации ательеров создали свою систему аренды которая конкурирует с гостиничным бизнесом как пример приводит некоего российского собственника владеющего аж восьмью десятью квартирами на побережье квартиры эти успешно сдаются причем в основном соотечественникам хозяина собственно ничего необычного и даже незаконного в такой деятельности нет ведь открыв юридическое лицо в турции гражданин любой страны может сдавать свою недвижимость в краткосрочную аренду объектов собственности у иностранцев в анталии достаточно более ста тысяч так что казалось бы все просто но эта простота местных королей турбизнеса не слишком устраивает что они предлагают ну пожалуй самое радикальное это просто запретить хотя бы и на время иностранцам вообще покупать недвижимость либо в некоторых районах анталии либо по всей провинции в целом правда но это будет совсем уже жесткий шаг и вряд ли власти на него пойдут ведь сразу понятно что часть турецкого бизнеса будет протестовать скажем девелоперы но есть варианты поскромнее поступить цитирую предложение как в испании италии португалии очевидно имеется в виду обязать собственников получать для сдачи в аренду какие-то лицензии а потом например число выдаваемых лицензий можно просто ограничить да пока это все теории но уже в октябре закон на этот счет ательеры хотят представить так что как я говорил к этому вопросу мы в ближайшее время еще не раз точно вернемся теперь о кипре весною 2023 года перспективы местного рынка не казались особенно радужными во всяком случае интерес российских покупателей мог снизиться сначала нам не добавили оптимизма новости о закрытии местными банками счетов тех кто постоянно на кипре не живет затем все ждали ужесточения правил по инвестиционной программе кипра речь разумеется идет о выдаче пмж но по факту изменения оказались не радикальными напомню увеличилась сумма дохода которую должен в самом начале показать заявитель но главное ежегодных подтверждений этого дохода по-прежнему не требуется и вообще процедура не так чтобы сильно усложнилось и получается что программа пмж кипра по-прежнему популярнейшая в евросоюзе у россиян косвенно это подтверждает и свежая статистика от земельного департамента страны треть всех сделок на кипре приходится на иностранцев из государств не входящих в ес за девять месяцев более трех тысяч покупок рост на 76 процентов по сравнению с двадцать вторым годом понятно что у российский кусок в этом пироге тоже есть по данным приан летом число интересующихся недвижимостью на кипре выросло на 40 процентов по сравнению с летом 22 года на приличные 15 хотя конечно не только русскоязычные покупатели влияют на статистику действительно объем сделок растет но даже в этой категории это не только россияне и украинцы мы видим огромное увеличение спроса со стороны израильтян которые сейчас вкладывают большие объемы в недвижимость кипра также не забываем что англия великобритания сейчас считается не европейским государством и поэтому все сделки с англичанами регистрируются в этой категории но я бы хотела отметить что несмотря на то что объем сделок с европейцами слегка падает он все равно остается на стабильном уровне и мы видим клиентов из австрии из германии из польши и конечно же из скандинавских стран пафос концу лета стал самым популярным городом у покупателей недвижимости из третьих стран по статистике за девять месяцев он идет примерно вровень с лимассолом причем у европейцев за тот же период именно пафос намного популярнее а вот у самих киприотов предпочтения совершенно иные больше всего покупают в лимассоле никосии ларнаки пафос только 4 интерес к пафосу от иностранцев и отсутствие на бумаге отсутствие интереса от местного рынка не совсем связано с ценами то есть если говорить по ценам пафос дешевле лимассола чуть дороже никосии и ларнаки но гораздо дешевле лимассола поэтому я бы сказала что в отношении местного спроса это связано с размером города и с тем что все-таки основной интерес основной спрос со стороны местного рынка уже практически удовлетворен во всех городах но лимассол развивается быстрее ларнака развивается значительно быстрыми очень быстрыми темпами поэтому я думаю это связано именно с объемом местного спроса если смотреть по иностранному спросу то пафос на самом деле всегда занимал лидирующие позиции за счет своей географии за счет своего своей репутации за счет своей инфраструктуры за счет цен потому что сейчас много людей хотели бы купить в лимассоле но уже не вытягивают по бюджету поэтому этот спрос перенаправляется на пафос и в заключении два анонса во первых начинается сезон выставок зарубежной недвижимости сегодня и в субботу 16 сентября первая тишинка в москве организаторы обещают как традиционные так и новые направления например бахрей ну а приан совместно с компанией неф эстейт в ближайший вторник 19 сентября проведет вебинар посвященный программе гражданство турции по сути самый понятный сегодня схеме получения второго паспорта для граждан россии последние изменения актуальные предложения и ответы на ваши вопросы ждем вас участие как всегда бесплатная но а регистрация по ссылке в описании к этому сюжету там же будет еще несколько ссылок на этом я прощаюсь если понравилось ставьте лайки подписывайтесь на наши обновления до встречи всем мира и безопасности до встречи всем пока пока